Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жупхаев. И вот, что в нашем выпуске. Около 200 экспертов со всей страны собрались с АОРАН. Участники форума «Космос» для людей обсудили применение космических технологий в реальной жизни. А на базе Качугу обсуждали механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа Российской Федерации. Слет добровольцев СКФО 2024 стартовал в Карачаево-Черкесии. Участники говорили о важности и особым смысле добровольчества в современном мире. Районы Побратимы. Договор о сотрудничестве на этот раз подписали Кизилюртовский район Дагестана и Хабецкий из Карачаева-Черкесии. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание оперативного штаба Республики по реализации мер, предусмотренных указом президента страны от 19 октября 2022 года. В совещании принял участие заместитель полпреда президента России в СКФО Андрей Конин на повестке «Вопросы, касающиеся поддержки участников СВО и членов их семей». С 12 августа общая сумма единовременной выплаты всем заключившим в Карачаево-Черкесии контракт с Минобороны на службу в вооруженных силах России составило 2 млн. рублей. В Республике в дополнение к федеральным принят и действует широкий спектр региональных мер поддержки военнослужащим и членам их семей. Сейчас их уже 44. Среди них выплата регионального материнского капитала, пособия на основании соцконтракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья, пребывание в детсадах, предоставление земельного участка отдельным категориям военнослужащих, помощь с переобучением и трудоустройством. Кроме того, с первых дней спецопераций регулярно отправляется гуманитарная помощь. Бойца Рашид Тимрезов поблагодарил руководителей всех взаимодействующих правоохранительных структур, органов безопасности за совместную работу, результатом которой является спокойная общественно-политическая ситуация в Республике. В Карачаево-Черкесии проходит Всероссийский форум «Космос для людей». Его участниками стали ведущие эксперты космической отрасли, которые обсудили практическое применение астрофизических знаний. Подробности у Артура Мхце. В прошлом году в Москве на ВДНХ открылась выставка достижений до сопримечательностей особенностей российских регионов. Стенды Карачаево-Черкесии дали посетителям форума полное представление о том, почему нашу республику можно считать астрофизическим центром страны. И вот в третью декаду сентября в этом наглядно убедились около двухсот экспертов из нескольких десятков регионов, которые посетили специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук. Идея форума принадлежит Рашиду Борисбиевичу. И на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ была представлена концепция форума министру цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максуту Игоревичу Шадаеву, который в целом концепцию одобрил. И вот спустя небольшое время этот форум здесь и он стал реальностью. Участники форума «Космос для людей» обсудили применение космических технологий в реальной жизни. Каждому была предоставлена возможность для открытого и конструктивного обсуждения приоритетных задач и практических решений в данной сфере, в том числе поиск перспектив для совместной работы вузов, государственных органов и бизнес-сообщества с активным привлечением молодых специалистов. В космической сфере вопрос с кадрами, как и в других отраслях, стоит очень остро. Но если говорить про именно направление космоса, то сейчас очень сильно стареет наш интеллектуальный потенциал, то есть те люди, которые пришли еще в времена развития космической отрасли, и они должны обязательно передавать свой опыт новому поколению. А молодежь не очень интересуется сейчас космосом, и нам необходимо продвигать и популяризировать это направление, чтобы новые кадры приходили в космическую отрасль. Эксперты поделились в том числе по видеоконференц-связи данными об аппаратах для глобального, локального и регионального мониторинга, которые позволяют реализовывать инновационные решения для развития космических и цифровых технологий. Для локального мониторинга используются космические аппараты типа Ресурс Фэй и Конобус Вэр с максимальным разрешением 90 сантиметров. На борту они имеют различную оптическую оптику-электронную аппаратуру. Значит, периодичность получения данных одной и той же территории составляет от одного до двух суток. В рамках форума «Космос для людей» были использованы различные форматы общения для поиска оптимальных способов совершенствования космической отрасли и применения полученных сведений для цифровой трансформации и развития экономики России. Артур Мыхце, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. В КЧГУ имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа Российской и Федерации». Данное научное мероприятие было организовано Министерством по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесской республики совместно с университетом. Подробности в материале Олег Аналипшокова. В течение нескольких дней ведущие ученые, эксперты, представители научного сообщества, государственных органов власти, а также студенты и аспиранты со всей страны рассмотрели широкий спектр тем, актуальных для современного российского общества. На мой взгляд, любая такая конференция, особенно такую важную тему, она должна выступить своего рода показателем реакции как общества, так и научного сообщества на те процессы, которые происходят в нашей стране, вокруг нашей страны, связанные вот с вопросами межнациональных отношений. И поэтому мне кажется, что именно проведение конференции, оно должно дать органам власти, общественным организациям определенные, так называемые, инструменты для того, чтобы выстраивать свою политику в этом направлении в дальнейшем. В ходе конференции были подняты вопросы исторических корней становления многонационального российского государства, проблем сохранения этнокультурного и языкового разнообразия и роли традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности. Мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать проблемы, связанные с идентичностью и попытаться нащупать те механизмы, которые способствовали бы усилению вот этой самой общегражданской идентичности. Я посвятил свой доклад одному из аспектов. Я посвятил свой доклад кризису идентичности у мусульманской молодежи и вообще попытался сконцентрироваться на проблеме молодежи. Собравшиеся в ходе конференции отмечали важность учитывать хороший опыт прошлого в формировании культуры взаимопомощи в обществе. В нынешнее время очень важно сохранить наше единство и консолидацию общества вокруг традиционных ценностей, отмечали участники научного форума. Это мероприятие определило, что формирование единой гражданской идентичности это не просто задача государственных органов, но задача каждого гражданина. Каждый из нас на своем месте должен делать все для того, чтобы развивая национальную культуру, свой язык, свои обычаи, сохраняя лучшие. Мы, тем не менее, должны оставаться подлинными патриотами нашего единого отечества Российской Федерации. Алихан Ипшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. 35-летний житель Карачаева, Черкесии подозревается в даче взятки в размере 200 тысяч рублей сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Подозреваемый пытался избежать уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств. Установлено, что он в квартире своего подельника выращивал наркотические средства растительного происхождения для дальнейшей реализации. Подозреваемый явился к зданию управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаевой, Черкесии и предложил взятку за совершение полицейским заведомо незаконного бездействия, а именно за непроведение комплекса необходимых оперативно-разыскных мероприятий и передал сотруднику денежные средства. Оставив их в салоне автомобиля, после этого мужчина был задержан оперативниками, которым полицейский сообщил о склонении его к коррупционному преступлению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью и утром туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы будут до 14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 18-23 градусов тепла, а местами до плюс 13. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 14. Температура ночью 11-13, днем 21-23 градусов тепла и высокая пожароопасность. Учитель родного языка и литературы из Карачаева-Черкесии Мария Амчучаева стала лауреатом первого тура заключительного этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы 2024», который состоялся в Казани. Педагоги-участники конкурса продемонстрировали свои профессиональные компетенции жюри и учительскому сообществу, а также провели открытый урок родного языка и литературы для школьников. Победители прошли во второй тур и среди лучших Мария Абдуловна, который предстоит побороться за звание лучшего учителя родного языка и родной литературы 2024. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил Мария Амчучаеву и пожелал ей удачи. Добрые и отзывчивые, готовые помогать другим и делать мир лучше. В Черкесске состоялось торжественное открытие молодежного форума «Слёт добровольцев СКФО-2024». Для его участников организовали яркую концертную программу, было сказано много слов о важности и особом смысле добровольчества в современном мире. Духом добра и взаимопомощи зарядилась и Альбина Ламкова. Дарим вас, волонтеры, за вас честный, добровольный фрукт, и мы, как и вы, готовый город, пожелую всех и всем слинуть. В нашей стране более миллиона официально зарегистрированных добровольцев. Это большая цифра, большая сила и большие дела, которые делают неравнодушные люди. Они находят время, несмотря на сложности, для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в этой помощи. Волонтерское движение имеет поддержку на самом высоком уровне. Вовлечены в деятельность большое количество людей на Северном Кавказе, поэтому форум «Слёт добровольцев СКФО-2024» уже имеет популярность. Волонтерство, добровольство является неотъемлемой составляющей не только отрасли молодежной политики, но и всех отраслей любого из субъектов нашей большой Родины, Российской Федерации. В отрасли молодежной политики в особенности, потому что ни одно наше мероприятие окружного, районного, всероссийского, регионального значения не проходит без вас, добровольцев. Я с огромным удовольствием вам выращаю свою благодарность. В системе государственной молодежной политики добровольчество является одним из ключевых, было сказано в обращении ко всем участникам форума «Слёт добровольцев СКФО-2024». Хочется пожелать вам плодотворной работы в рамках форума. Я знаю, что в форуме принимают участие представители всех субъектов СКФО-2024. Обменяйтесь опытом, изучите лучшие практики друг друга. Вместе, коллективным умом, коллективным разумом, пускай у вас появятся новые идеи, новые проекты, которые будут осуществляться для развития добровольства в нашей стране и в СКФО-2024. Основной целью «Слёта» служит продолжение и развитие добровольчества в области чрезвычайных ситуаций и поисково-спасательных операций. У нас МЧС в целом очень сильно даёт такой толчок и по взаимодействию именно с добровольцами. У нас богатейший опыт привлечения добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин, просто добровольцев по различным сферам деятельности. Это и оказание помощи, и спасение, эвакуация людей, поиск людей. Ну, очень большой спектр на самом деле же охватывает именно добровольство. «Слёт добровольцев» стал настоящим праздником единения и солидарности. Для его участников подготовили обширную программу. В неё включены теоретические и практические занятия, направленные на развитие навыков и обмена опытом. Ну, а пока волонтёры «Слёта» вдохновились концертными номерами. Выступления музыкантов отразили дух добровольного движения. Десятки молодых участников форума понимают, что вместе могут достичь гораздо большего, чем поодиночке. Я приехала из города Пятигорск. Я в добровольческом движении уже два года, как поступила в колледж. Выступаю как волонтёр, помогаем людям. Мероприятие нам очень понравилось, яркое, запоминающееся. Были уважаемые люди, дали напутствие нам. Были очень красивые танцы, очень гостеприимная республика. Я впервые участвую на форуме волонтёрства. Волонтёрство в нашей стране – это очень важная роль, в которой должны участвовать все люди. Они должны помогать. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. На днях между Кизилюртовским районом Республики Дагестан и Хабетским районом Карачаева-Черкесии был подписан договор об обрадимских связях. Делегация из нашей республики получила специальное приглашение на празднование 80-летия со дня образования Братского района благодаря инициативе представителя правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомеда Магомедова. Какие исторические события давних лет легли в основу крепкой дружбы между побратимами, узнавала Фатима Даурова. Жителей Дагестана постигло стихийное бедствие. Восьмибальный подземный толчок принёс много бед республики. Из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Ташкента и других городов идут сюда грузы. Вся страна пришла на помощь Дагестану. Среди них были и жители Хабетского района, обычные рабочие люди, строители, которые по зову сердца приехали помочь братскому Дагестану отстраивать разрушенные дома, государственные здания. В 1971 году их руками была построена совершенно новая школа на 640 ученических мест в селе Комсомольское Кизилюртовского района. В этом году ей исполнилось 53 года. Встретили гостей из Карачаева-Черкесии во дворе той самой школы хлебом и солью, провели экскурсию по ней, показали школьный музей. В делегацию входило 11 человек. Из 11 человек двое непосредственно их отцы не принимали участие в строительстве этой школы. Это отец Киатова Асламбека Кахун и отец Изавова Адамиргана Адам. Гостеприимная Братская Республика подчевала гостей из Карачаева-Черкесии национальными блюдами народов Дагестана. Разнообразная культурно насыщенная программа, представленная хозяевами торжества, оставила в сердцах и памяти приглашенных приятные воспоминания, связанные с яркими и тёплыми моментами встречи. Спасибо большое за гостеприимство от лица руководства республики и от лица всех жителей Хабецкого района, от лица Рашида Борисбеевича Тимрезова. Хочется поздравить вас с юбилеем, пожелать всего самого хорошего, благополучия, чтобы ваш район только процветал. Вот представляете, после 17-14 мая 70-го года построенная школа, в 72-м, по-моему, ее сдали. Дедами, отцами вот этих людей, которые сегодня к нам сюда приехали, с Хабецкого района, а тогда весь Советский Союз помогал деду. Эта школа функционировала до сегодняшнего дня. В торжественной обстановке был подписан договор соглашения об обратимских связях между Хабецким и Кизлойуртовским районами. Он предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Фундамент наших отношений, наверное, закладывался в 71-м году. Но я думаю, что мы заложили нашей поездкой первый кирпич дальнейших наших взаимодействий. Мы планируем, чтобы в числе первый раз 10-15 детей с Дагестана, с Кизлойуртовского района, с поселка Комсомольское, они к нам приехали. И мы вместе с нашими детьми произвели какой-нибудь санаторий, чтобы они обменялись опытом, какими-то знаниями. И в последующем и наши дети уже поедут туда, в Дагестан. Побратимство, как явление, берет истоки в душевном порыве простых граждан. Как у тех, кто когда-то ринулся на зов помощи и благодаря которым народная дипломатия развивается, взращивая между людьми доверие и взаимное уважение. Хатима Даурова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. В селе Маруха Зеленчугского района снова наступила весна. А все потому, что зацвели яблоневые деревья, которые стоят вдоль дороги на населенный пункт. Ждем урожая на Новый год, шутят местные жители, которые уже привыкли к причудам матушки природы. Такое явление достаточно частое для Карачаева-Черкесии. Заметить цветущие по осени яблони, алычу, груши или сирень можно практически каждый год. Подобное цветение – результат продолжительной засухи и резкого перехода к дождливым дням, после чего у растений возникает вторичный рост. Деревья ощущают, как будто наступила весна, смещается биоритм и вуаля, вот вам и эстетика для глаз, и услада для души. И пока есть такая возможность и стоят теплые деньки, спешите лицезреть осенне-весеннюю красоту природы. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин